47-летний автомеханик Канат Таласпаев погиб во время январских событий в Алматы от огнестрельного ранения. Когда и при каких обстоятельствах, семья не в курсе. Вдова говорит, что не знала о том, что он вышел на протест. О том, что Канат Таласпаев ходил на митинг, его близкие узнали 12 января. Они увидели его на записях в социальных сетях. Он стоял с флагом на плечах. Семья бросилась его искать. Поиски закончились на следующий день, в морге. Скорее всего,僕 не мог сказать, что это было. Он не мог сказать. Но когда я видел, я обедал, что мне не определился. Я рассказала, спрашивала, отвечала. Может быть, он не был в шоу. Я не был в шоу, но сейчас он не был в шоу. И поэтому показывал, что емуıyor людей. Они у него поместят. Готовно, я же когда-то кто-то. Я пришел, как он подошел, не могла. По факту смерти Тала Спаева возбудили уголовное дело. Динара Алпспаева говорит, что ее лишь однажды вызывали на следственное действие. Как продвигается расследование, она не знает. Пятеро детей остались без отца. Трое из них несовершеннолетние. У вдовы третья группа инвалидности. После январских событий власти создали благотворительный фонд «Казахстан-Халхна». Динара запросила помощь в фонде, подала два заявления. В фонде ответили, что доказательств в пользу того, что ее муж стал случайной жертвой событий, нет. Собранные через социальные сети деньги для семьи погибшего Динара использовала как взнос для покупки машины в кредит. Сейчас она занимается частным извозом, чтобы прокормить детей. По официальным данным, в январских событиях погибли не менее 238 человек. Власти заявили, что 20 из них случайно попали под обстрел. Фонд «Казахстан-Халхна» перечислил средства семьям погибших силовиков и 13 гражданских лиц.